Нам придётся Дорог, что Господь положил нам под ноги, Пусть на них и беда, и тревоги, И лишений высокий порог. Нам приходится быть на войне, Но мечтать можно всё же о мире, Если порваны струны на лире, Сердцу хочется песен вдвойне. Быть на войне, Нам приходится быть на войне. Родина сказала надо, мы пошли, мы с честью выполнили свой долг, и теперь вот все, кто здесь собираются, правда ряды наши рядеют, и от ран умирают, и от болезни умирают. Вот поэтому надо в первую очередь, я считаю, что чаще встречаться, видеть друг друга, оказывать помощь тому, кому необходимо. Афганцы Иркутской области только за последние три года провели свыше 30, охватили точнее, около 30 тысяч молодёжи. То есть разными мероприятиями, в разных муниципальных образованиях, проведя разные патриотические мероприятия. Делай, делай, мы будем делать. Дедов-то наших ветеранов Великой Отечественной войны фактически не осталось. Поэтому нам надо подхватывать, помогать. Время летит, побелели виски, нам не забыть годы юности. Служба прошла в горах Суруби, много друзей обрело в те дни. Дружба паялась под шквальным огнём, боль не забыть, а раны потом. Гладким рубцом на теле видны, многие из них не вернулись с войны. Напиши мне письмо о войне, о далёкой афганской стране. Пусть прошло много весен и дней, напиши сквозь года всё ясней. Всё ясней и безумней цена, за которой стояла война. На весу свою боль положи, ведь афган – это целая жизнь. Я всегда хотела быть хирургом. Кафедра хирургической стоматологии – челюстно-лицевой хирургии, как она сейчас именуется. Тогда профессор Алкалаев был завкафедрой. Очень опытные все послевоенные хирурги. Понимаете, это не то, что сейчас. Опыт был очень большой. И вот, так сказать, мы учились. Получилось так, что ведь в то время у нас было спокойно страна жила. Ну, были вот эти одиночные все ранения, но массовых-то не было, воин никаких не было. И ситуация возникла следующая. Значит, в Кабульский военный центральный госпиталь, там спецотделение называется. Это ухо-гурло-нос, офтальмология и челюстно-лицевая. То есть в этом отделении лечатся по трем раненые или больные, по трем вот этим специальностям. И два года обычно зав. отделением хирург, как офтальмолог, значит, отолеринголог и стоматолог. И заменился. И прислали на замену подполковника Армянина. Очень славный человек. Потом-то я познакомилась с ним. Но он терапевт-стоматолог был, а не хирург. А пошла уже травма, минно-взрывная, очень много. И активизировались в 86-88 годах. Активизация произошла, военные действия, применение оружия массового поражения, так скажем. А оперировать-то некому. А поскольку это один военный округ, сразу обратились, стали искать, где. В Ташкенте уже все были, так сказать, военнообязанные. Они все уже служили в Афганистане к хирургам челюстной лице. Мало нас. В общем, специальноста узкая. И тут вдруг жена у начальника госпиталя владеет, знает, как обращаться с огнестрельными ранениями. И через военкомат вот так быстро оформили, буквально за неделю, на два месяца, пока пришлют замену найдут в Союзе. Вот. И вот я приехала туда, в центральный госпиталь. Ну как, прилетела, не приехала. С сумочкой с одной. Маленькой. Вот. Жарко. Климат же жаркий. Ну и буквально на второй день уже оперировать. Потому что поступили. Проходит два месяца. Замены нет. Что делать? Значит, все меня оставляют без всяких разговоров. Свозили туда, в Кабул, значит, воинскую часть, которая занимается этим оформлением. И сказали, мы вас не отпускаем. В связи с обстановкой такой вот неблагоприятной, медицинской. Оказывать помощь некому. Куда я денусь? Конечно, я осталась. Вот. И так все это продлилось. Да, и в отпуск меня отпустили через полтора года. Я уже не могла, что надо домой же съездить. И за это время Сашу сына, значит, муж отвез в Иркутск к родителям. Где-то Аня тоже училась. И я поехала туда. А наша самаркандская квартира была замкнута. Ключи знакомым мы там отдали. И его тоже перевели в Таджикистан, другое место уже. И я приехала сразу в Иркутск. И вот забавная была сцена. Я говорю, что в жизни не бывает. А там же худеешь. Жара под 50 градусов. Я вот так долго ненавидела гречку. Знаете, в столовой гречка, она такая серая. А сверху жирная свинина китайская. Представляете? В 50 градусов вот это дело. Конечно, ничего не ели. И все высыхали, как мы умеем. Прилетела я, значит, в аэропорт Иркутский. За сутки добралась. Что прямо было в то время, когда керосина не хватало. Это было великое чудо. Мои дети встречают меня. Значит, студентка, дочь красавица. И подросток, мальчик с сыном. Я родила в то время Сашу. Подросток он был. В школе учился. Они мимо меня три раза прошли. Я на них смотрю, а они ноль внимания. Ищут меня, глазами ходят. Привыкли к одному облику. А тут стоит какая-то девчонка. Не похожая на взрослую женщину. Худущая. Я потом говорю, дети, я ваша мама. Тогда только смотрелись, узнали. Ну, заулыбались, заплакали. За поцеловались. Приехала. Но самое странное, когда приезжаешь в Союз, начинаешь нормально питаться, нормальный климат, вес набираешь моментально. И к концу отпуска уже так, это хорошее лицо такое. И кожа. Ну вот, а потом вернулась обратно. Вернулась обратно. А там уже, там, где мы жили, модуль, вместо него большая-большая яма. Был налёт, обстрел и всё это. Воронка. А? Воронка. Воронка огромная. Даже не яма какая-то. Воронка-то её не назовешь. Огромная яма. Вот. И последние полгода я уже не в военном госпитале. Там уже приехал на замену. А в медсанчасть, тоже при аэродроме, вот этом кабульском военном, в медсанчасть была. Ну, уже огнестрельных было мало, но было много воспалительных процессов. И там я практически заменяла ещё толеринголога. В жарах в холодильнике все вот эти напитки холодные пьют, и начинается ангина гнойная. А толеринголог, Юра его звали, молодой лейтенант, он, Татьяна Николаевна, я боюсь, а как всегда, кто имел такие хорошие напитки? Полковники, подполковники, понимаете, в частях-то, он говорит, да они же меня сгноят, если я вот полезу туда. Ну, и мне приходилось все вскрывать, вот эти все нарывы в горле. Ну, это всё одно дело, так скажем, всё у нас взаимосвязано в организме. Вот. И там вот последние полгода, ну, и я тоже получила там травму, контузию, потому что был обстрел. Ну, знаете, когда поднимают воздух, и потом в шарах. Очнулась я уже в госпитале в Кабульском, там проходила лечение. Потом, когда улетели в Ташкенте немножко, полежала в госпитале и в Сочи, потом реабилитацию проходила в военном санатории. Вот такие дела. И в общей сложности сколько вы пробовали? Два года. За речкой два года. С небольшим отпуском. Да, с небольшим отпуском. Ну, а ещё с этим отпуском-то было. Он же не большой был, он же не месячный. Нет, это уже где-то дней 15 было. И лететь было трудно. Я пришла, и нет мест. А это ж у военных строго. Значит, мне пришлось бумагу брать. Они мне дали, что не по моей вине я там во время не поспеваю, а потому что, ну, по техническим, так сказать, причинам. Значит, прилетаю потом из Ташкента мы. И встречают. А там же всё очень тесно. Вот полоса, да, здесь же домики эти стоят, щитовые. И встречают меня знакомые на машине. У всех круглые глаза. Я говорю, почему так на меня смотрим? А мы, говорит, уже выпили из-за помин души. Я говорю, что случилось? Оказывается, когда я должна была прилететь, вот в срок, а я же опоздала на два дня. Этот самолёт сбили. Ну, и я им должна была лететь. О, судьба. Ну, вот так вот. Последние, значит, полгода. И в марте месяце где-то я пробыла. И в марте месяце вот этот обстрел, и меня шарахнуло-то. Очень сильно причём. Контузия это была сильная. И голова болела, и вот эта вся половина левая. И потом, даже когда уже в Иркутске обследовались в институте травматологии, у меня тут сосудами-то очень плохо. Нехорошо. И левой стороной упала. Вот таким вот образом я и пробыла в Гане. Приехала, когда вернулась в Иркутск. Здесь уже работала организация вся. И я, конечно, вписалась в инвалидную. В виде, как они переносят вот эти вот травмы и физические, и моральные. Вот не было внутри какого-то холодка по отношению к афганцам? Вообще, вот как вы общались с афганцами, с населением? Ну, во-первых, конечно, мы ограниченно с ними общались. Если только тех, кого, как я уже сказала, владел русским языком, или переводчик при них был. Ну, никак. Но то, что было, это было ужасно, конечно. Вот первое, значит, когда наших, они ездили на точку и возили, ну, там и снаряды, то есть вооружение и продовольствие. И там медсестра была, и вот как они шли, эти КАМАЗы, да, и как... Так вот автоматная очередь прочертила, значит, водитель, медсестра сидела и еще военный лейтенант какой-то, что ли. И вот так вот их всех автоматной очередью. И всю эту колонну, и вот мы потом смотрели, 15 человек, молодые все вот так лежат. Это, конечно, ужасает, когда такое вот массированное. Есть исторически, по-моему, после Крымской войны Пирогов говорит о том, что я резиксировал где-то 10 тысяч человек. Вот через ваши руки в Афганистане сколько прошло? 271. 271? Да, отчет, но я и не могла. Союз мне не разрешили просто. Понятно. 271. А вам бойцы писали, вот вообще, это самое тяжелое челюстно-лицевое ранение, мы же сейчас понимаем. Ой, нет, писать-то они не писали, но... Вы же старались им сделать лицо, что можно было? Да, конечно. Ну, такие люди или сломать, сломала их эта жизнь, или они все-таки приспособились. Ну, уж больно тяжело. Вот даже ногу, да, отняли. Ну, штанина, да, он прыгает на этих, потом протез. А с лицом-то что делать? Во-первых, очень длительное послеоперационное вот это лечение, реабилитация так называемая, пересадка кожи, она не всегда идет нормально. Потом вот это челюстно-лицевое, зубы-то эти, чтобы жевать-то можно было. Ведь самое-то ужасное то, что есть-то невозможно. Для мужчины это же вообще кошмар. И вообще уродство внешнее. Его же ничем не прикроешь. Так вот этот, который здесь, в Иркутске-то, ему все-таки дали путевку. И как он мне потом писал, он пришел в столовую, пол зала, которые сидели рядом с ним, как слиняли. И потом уже ему приносили еду только в номер. Напиши мне письмо, напиши мне письмо о войне. Напиши пару строк о далекой афганской стране. Напиши мне письмо, чуть коснись затянувшихся ран. Напиши правду всю, афганской. Ирина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, в общем, Родина сказала «надо», старший лейтенант Петров ответил «есть». Ну, таким вот образом, значит, в 81-м году я поехал туда, в Москву, значит, в группу персидского языка. Десять месяцев мы изучали этот язык, сдали экзамены и вперед в Афганистан. Ну, ознакомились с ситуацией, значит, получили направление, куда кто. Я попал в провинцию Каписа, это недалеко от зоны центра, 100 километров, по дороге Кабул-Термес, там чуть-чуть вправо и за речку, так скажем. И таким образом я там пробыл с декабря, вот с начала декабря по начало апреля 85-го года. Ну, мы были советниками, там была группа целая, 4 человека, я был четвертый, приехал туда. Значит, задача была подготовить ХАД к работе и в разведывательном плане, и в контрразведывательном плане, значит, и научить их нашим действиям, то, что мы знаем, чего они не знают. Вот это была основная задача. Плюс, значит, вторая, это получение разведывательной информации. Ну, сначала я приехал советником, был по отделению по борьбе с бантитизмом, через месяцев 6, наверное, 7, все мои товарищи уехали оттуда, из провинции Каписа, и я на 8 месяцев остался там один. Вот, так что все вопросы, все ложилось на меня. И подготовкой передачи информации, как в представительство КГБ у нас, так и в случае необходимости в разведотделе армии 40-й. На картине рядом с вами находятся наши герои, это разведчики, которые ходили на караван, они наверняка тоже пользовались вашей информацией? Возможно. Ну, по крайней мере, по нашей зоне, где я находился, мы этой информацией обладали. И даже вот, когда приходили ко мне туда на операцию, войска наши, вот два батальона, в частности, уходили, я им дал полностью вообще сначала раскладку, где что находится, да, а во-вторых, один батальон, там мой товарищ был, мы с ним познакомились и сражились, Богданов Сергей, командир батальона из Москвы. Второй отказался от проводника, Сергей взял. Вот, они сходили, ну, в рейд, вернулись обратно, Сергей пришел нормальный, он с гор не спускался, нашли они там воду, по дороге надо было пить что-то. Вот. А второй батальон, командир батальона, пришлось спускаться в долину за водой. Попали на духов, значит, пришлось вести бой, погиб начальник штаба батальона и несколько человек бойцов. Ну, а за годы пребывания за речкой, Валерий Ильич, встречи вот с земляками из Иркутской области, из Иркутска, вообще, возможно были, виделись вы с кем-то? Ну, во-первых, у меня на точке, где я служил, да, я 8 месяцев был один, но тем не менее, у меня, значит, были офицеры связи, были Еремин, ну, там вот есть на фотографии, Виктор Григорьевич и Рудковский. Вот они прямо у меня работали там с Ереминым, у меня даже фотографии есть, сфотографировались мы там на память. Оба, к сожалению, умерли уже, нет в живых. Вот. И однажды я встретился с солдатом. Батальон стоял, что-то разговаривали, он с Иркутской области был. Ну, тоже так пообщались. Срочник имеете в виду, да? Срочник, да, срочник. Потом были там, был магазин, при батальоне торговали девчонки. Одна была из Иркутска, работала в торговом комплексе. Вот. Так что много там наших было. Валерий Ильич, личное участие все-таки в боевых действиях приходилось где-то вообще? Ну, вообще приходилось. У нас даже книга есть, там я описывал одну ситуацию, рассказывал, вернее, ее... Ну, вкратце перескажите. Ну, вкратце, готовилась операция войсковая по долине Черекарской. Ко мне прилетели из разведотдела мужики. Вот. А мы, у нас вилла двухэтажная, на втором этаже стоял стол бильярдный. Туда залезли, значит, карты разложили, я все эти записи свои. И по карте мы, где что могут они встретить. Где склады оружия, где могут там быть бандформирования и так далее. Все, что я знал, я им там просто рассказывал, выкладывал. Вот. И в это время, значит, услышали такой вой самолета. Непонятный не было, ни выстрелов, ничего. Все. Выскочили на балкон, смотрим. И у нас из-за крыши так вот, Ан-24, по-моему, или 26, ли он, войны. Значит, идет в долину-то, а там у нас, значит, идет плата, потом спускается ниже. Вон за этот бугорчик раз, потом переворачивается на корло, начинает подниматься и падает. Ну, нам сообщили сразу, когда мы видели все это дело, связались с армией, сообщили об этом. Значит, на самолете было 13 человек. Ведь летели они и делали фотосъемку районов, где будет проводиться войсковая операция. Почему он упал, я так до сих пор и не знаю. Вот. И было срочно дано указание вытащить оттуда, что можно. Черный ящик, там, значит, трупы людей. Мы собрались, вот, два, две роты батальона, потому что там батальон стоял, две роты, и вот этот оперативный отряд хада, там где-то порядка ста человек было бойцов. Ну, чтобы с ними как-то связь, с пресидским языком, естественно, я пошел туда. Пошли мы. Бойцов хада выставили в оцепление место падения. Вот. И, значит, искали. Ну, подошли, там подходили разрозничные, ну, мелкие группы душманов. Они там, значит, пытались атаковать нас, но мы отбили это все дело. Вот. И вышли без потерь первый день. Вытащили девять человек, вот, разбившихся, и ящик. Осталось там, значит, четыре человека. В этот же день, вечером, там, собирали, значит, информацию. Ну, хадовцы все собрали агентуру, где видели, что не видели. Получили информацию о том, что четыре человека в воздухе отделились от самолета. Четыре фигуры в воздухе. Куда они упали, неизвестно. На утро пришел, значит, два батальона пришло. Из этого, из... Нет, как он, Чирикара. Из Чирикара два батальона, и они уже сами пошли в зеленку. Вот, когда они пошли, они, значит, два человека у них погибло. Снайпера с ними достреляли. Так, в общем-то, вошлось. Ну, и еще был случай, когда полк шел с зеленки, они шли, да, шли в сторону нашего поселка Гурбахара. И духи, естественно, отступали и шли мимо нашего поселка. И вот у нас был БТР, 60ПБ. Так мы все силы, которые были там, значит, вооружили, выдвинулись. То есть, Кадов, Циму, и я вот на этом, на БТРе, мы выскочили за пределы поселка, между двумя горами, значит, закрыли огнем, пулеметом, автоматом, закрыли проход духом. Валерий Ильич, вот время командировки, вы же офицер, семья, дети. Сколько лет уже было, вот, как общались вообще, это вот, чем-то запомнилось? Связь какая-то была? Письма. Письма, да? Ну, и один раз я как-то попал в Кабу, не помню, с кем, кто. Короче, мне помогли, мы вот в этот, приехали, в Аминовский дворец, который атаковали наши ребята, вот, Малимонов, там, кто был там из них. Там стоял штаб армии, и там можно было оттуда поговорить. Короче, меня завели где-то куда-то там в какую-то комнату, дали телефон. Он, я соединился и поговорил с женой. Это вот одиннадцатый раз было такое. С домашним телефоном, да? С домашним телефоном, да. Содовых же не было? Содовых не было. Ну, а остальное время все, переписка. Часто писали? Ну, часто. Сейчас нет желания вообще побывать в Афганистане? Нет, просто побывать было бы, конечно, интересно. Вот. Ну, вот в провинции или, вот, стремление куда? Где вы были? Или в Кабул? Куда вот? Да и в провинции, и в Кабуле хотелось бы побывать, посмотреть, что. Ну, там, наверное, сейчас смотреть нечего. Мы все-таки зону какую-то, вот у нас была зона, да, стояли наши войска. Значит, работала фабрика. Жили люди практически мирно. Ходила, работала школа. Школьники, школьницы, девчонки бегали туда в фарточках, как положено. Там женский комитет работал, вот. В дальнейшем же это все ликвидировали. Я думаю, что мы бились там, чего-то, значит, создавали, ушли. Пришли талибы, потом американцы. И, пожалуй, все это дело, значит, осталось в небытие. Конечно, обидно. Если уж надо было доделывать до конца, ну, такая страна, что в ней нельзя было, наверное, победить. Несмотря на то, что шли мы с мирными намерениями, а столько наделали, это же бед. Ну, когда мы собирались туда заходить, нам говорили, значит, наши южные границы близко, враг подойдет, американцы наверняка туда залезут. Войны-то там внутри Афганистана не было, когда мы заходили, и мы не предполагали, что эта война возникнет. Амин, он, в общем-то, жестко держал народ Афганистана. Очень многое было в тюрмах. И когда там бунты вот эти начались, значит, он же попросил Брежнева тогда вести войска. И не однажды просил, и в конце концов добился этого, но уже созрелось решение, значит, убрать Амина, поставить человека, который может помочь создать демократическую республику. Почему был подготовлен Бобрак, корма. Вот, и я думал, что, в общем-то, это было все оправдано, когда заходили. Ну, а дальше была работа, работа, обработа. И даже мысли не было, что стоило туда заходить или не стоило. Ведь там наши строители были, построили вот этот советский городок, где наши в основном жили, но квартиры-то они такой же городок построили. Там афганцы жили, дома. Потом наши энергетики были. Они же обеспечивали, обеспечили Афганистан электроэнергией. Даже у нас в Каписе свет был. Школы работали. Школы работали, техникумы работали. У меня был один подсоветный хадовец, он закончил техникум. Вот он единственный сдавал, значит, диплом свой на русском языке. И мне было, когда трудно было общаться там или еще что-то. Знаний все равно не хватало. За 10 месяцев все это не выучишь, в голову не забьешь. Поэтому я его привлекал. Он мне помогал переводить там и еще что-то. Когда я улетел оттуда в отпуск, меня заменил Сандро Сипарашвили, подполковник из Тбилиси. Приехал туда руководителем группы. Я ему дал этого парня, говорю, вот береги. Во-первых, тот был, Сандро, был без языка. Он говорит, как я буду работать? Останься. Мне, говорит, останься. Я говорю, как я останусь? У меня приказ прибыть во столько-то туда-то. Дал ему этого парня, представил. Сандро получилось, что вот наша работа там предварительная, вот с Курушиным, с Лобовым, вообще с батальонами, с батареей, нас ни разу не обстреляли, за два с половиной года ни разу не обстреляли, не было. Я в апреле уехал, на 1 мая положили 120 мин где-то, ну порядка 120 мин, так прикидывали. Ребята потом сообщили. Погиб переводчик комсомольца, так ранен был Сандро Сипарашвили, кто-то еще, я уже даже не помню. Не помню я. Там как раз вот в этот период был Еремен Виктор наш. Я уже уехал, он оставался там еще. Вот этот Сандро получил осколок в шею, уехал. Парня, вот этого таджика, он таджик по национальности был, значит, с русским языком. Его быстренько, ну считали, что он сдает какую-то информацию, на нас работает. Его сразу в провинцию и там попал, значит, его духи убили. У них своеобразный, конечно, бытовой язык, то есть я, если я изучал литературный, да, литературный, мы там и книги там, ну все такое с литературной связано. А там они, значит, некоторые слова сокращают, глаголы убирают. Но диалект все равно таджикский какой-то такой, ближе к этому, к фарси. К фарси, да? К фарси, да. Нет, не к фарси, а мы это изучали дари. А фарси – это Иран. В Иране там, ну, кое-что там, на 80% где-то они, может быть, совпадают, а 20%... Понять можно. Да, ну и таджики тоже самое с таджиками. Пуштунов, конечно, там все, если они по-пуштунски говорят, это глухой номер. А вот с таджиками, да, нормально. И вот пока я не привык, пока я не понял, как они говорят, чего-то там они произносят, значит, была проблема. Потом, через два месяца уже я втянулся в это, вошел в корею, уже стал с ними спокойно разговаривать. Для изучения иностранного языка нужно много времени. Ну да, практика нужна, да. Здесь, на базаре, не общаетесь? Ну, раньше было, да. Таджик идет, что-то там, не раз ее по-таджикски. Ну, обычно глаза такие, значит, и в сторону. Родились мы в советской могучей стране И давали отчизне присягу На незримых фронтах и в незримой войне Проявляли всегда мы отвагу Мы не спали ночами, спасая страну От назудчиков разного рода Развязавши в холодную в мире войну На погибель простого народа Высший голову клич нам Отечеством дан В нашем братстве и стойкости сила Пред врагом не склонял головы ветеран Мы еще постоим за Россию Пред врагом не склонял головы ветеран Мы еще постоим за Россию Встречаемся сегодня с вами, как всегда Знаковый день для пограничника Я думаю, что есть божий промысел в этих встречах Рассказываю о себе, наверное, расскажите все-таки О границе, о себе, откуда вы начинали В начале своей службы, это еще когда курсантом был Побывал в 1967 году в Ашхабаде Там на границе Туркмении с Ираном Это вот в 1967, а потом в 1987, через 20 лет Побывал на той же границе, но уже с другой стороны То есть сначала был с этой стороны, со стороны Советского Союза А в 1987 году пришлось быть с той стороны Это, значит, была у меня вторая командировка В Афганистан Я должен, наверное, рассказать примерно ситуацию Что в 80-х годах в погранвойсках При назначении офицера на вышестоящую должность Особенно на должность на уровне заместителя начальника отдела Начальника отдела, заместителя командира пограничного отряда Практиковали двух-трехмесячную стажировку в Афганистане Офицера Вот первый раз Поэтому я сейчас вспоминаю Может быть, не совсем, так сказать, это Первый раз меня отправили в командировку В 1982 году В декабре я улетел В Ашхабад И, ну, в основном я был в этом При штабе Среднеазиатского пограничного округа И только в конце командировки побывал На таджика-афганской границе В районе там тогда назывался Пограничный отряд Московский Это и поселок Московский Ну, я не знаю, сейчас переименовали Едва ли такой поселок есть там Ну да И пограничного отряда нет, и поселка нет Но вот первая моя командировка была связана С назначением заместителем начальника отдела В Дальнереченском пограничном отряде И почему я и говорю Второго марта А Дальнереченский пограничный отряд Имел на своем участке Вот остров Даманский То есть Почему, видите, как взаимосвязано И китайская граница, и афганская, так сказать И все вместе И вот в 82-м году Перед назначением А в Дальнереченске я как раз И был Первый раз в командировке туда В Афганистане Но я не считаю, что это была Длительная командировка Она, в принципе, она у меня больше Штабной работой я занимался Так сказать Ну, не совсем штабная Но, в общем-то Оперативно-аналитическая работа Мы тогда только начали Входить в Афганистан Это 82-й год В том числе и погранвойска Погранвойска Входили в Афганистан С целью, прежде всего Обеспечения Пунктов пропуска через границу Бесперебойного Ну и Недопущение Так сказать Провокационных вылазок Мелких бандформирований Потому что Про крупные там речи не идёт Через государственную границу Поэтому У нас там получалось Что Охраняли границу И с этой стороны И с той стороны Но с той стороны В пределах Приграничных Велоэти Так что будем назвать Районов То есть Неглубоко там В пределах до 30-40 километров А вот второй раз Это уже в 85-м году В 84-м, 85-м Я поехал как раз Непосредственно на ту сторону Вот в районе Стыка трёх границ Это Это Опять Туркменская ССР Тогда ещё была В районе Кушки Сейчас уже, наверное, никто и не помнит Самая южная точка Российская империя Кушка Чуть южнее ещё Вот я был на той стороне Дислоцировался В общем-то там В мотоманевренной группе Которая размещалась Мотоманевренная группа От пограничного отряда Ну, она как раз Обеспечивала Участок стыка трёх границ Иран с одной стороны Афганистан И Советский Союз Вот там я находился В значительное время Больше сорока суток Там принимал Непосредственное участие В работе с местным населением То есть Оперативное прикрытие Действий наших пограничных войск На этом Ну, своей работой занимался Проблем в принципе не было У меня уже опыт был Приличный, так сказать Работой Поэтому Сразу же практически включился Да, понятно А вот в двух словах Чтобы зрителю было понятно Оперативное прикрытие С чем связано? То есть мне надо было Уточнять ситуацию С расположением Бандитских групп Бандформирований Возможное наличие Каких-то групп Которые собирались Нелегально передавать Через границу Наркотики прежде всего А мелкие бандформирования Которые могли Повлечь Или воспрепятствовать Нормальному функционированию Вот Пункта перехода Кушка-Кушка-Кахна Там были такие Погранпереход Он и воздушный был И наземный И прочее То есть Крупные бандформирования Это все связано было Прежде всего С армейскими подразделениями С армией С боевыми действиями А у нас здесь мелкие Ну вот Я установил там Контакт С лидером Одной из Местных племян И вот Длительное время С ним общался Информацию передавал В управление Среднеазиатского Погранокруга И пограничного Отряда Пограничный Отряд был Тогда Так называемый Тахтабазар Населенный Пункт Оттуда Просто так Куда-то Ну рядом Были кишлаки В которых Было местное Население Ну У нас Поскольку Личный состав Для погранвойск Отбирался Более тщательно Чем для Советской армии То у нас Случаев Каких-то побегов Из пограничников Не было А вот В основном Солдаты Которые Оставались Или Ну Вдруг оказывались В плену У манджахедов Это Во многом Очень Советская армия Из-за неуставных Взаимоотношений Их доводили До того Что они Просто бросали Воинскую часть И уходили В первые Ближайшие Кисла Ну Другая часть Была там Из-за Личных Моральных Качеств И прочее То есть Ну Очень часто Из-за неуставных Взаимоотношений То есть А пограничники Были более сплоченные Вот С солдатами Да Пограничников Более тщательно Отбирали И перед тем Как выслать На ту сторону Еще раз Отбор То есть Двойной отбор Поэтому у нас В принципе У пограничников За весь период За 9 лет Не было Ни одного Случая Ухода Из дачи В плен Маджахеда Ну а так Вене Иванович Вот Я хочу Увернуться Не то Что к быту С семьей Как поддерживали Отношения А никак Вообще никак Ни связи Ничего не было Письма Какие письма Никак Никак Ну улетел Улетел На сколько там 70-80 суток 90 Нету Дети у вас В то время Уже большие были Нет Иван только Родился Даже еще Не родился А двое Старших Ну В школе Учились Они Лет по 12 14 было А так В общем-то Я Привык Больше Работать А ну Как Есть такая Интересная Присказка Наверное Да Там Где Говорит Начинается Стрельба И Беготня Там Заканчивается Разведка Мощно Сказано Понятно Да Вот Исходя Из этого Так Сказать Не надо Ни стрельбы Ни беготни А в 92 Году В Хабаровске Образовался Пограничный Институт Угу Мне Пригласили Начальником Кафедры Начальником Одной из Кафедр Я Возглавлял Кафедру Государственных Правовых Дисциплин До 97 Года В 97 Году Ушел В отставку По возрасту И Перешел Работать Преподавателем Китайского Языка В Хабаровске Государственный Педагогический Университет Через год Был Избран По конкурсу Завкафедры Этого Завкафедры Китайского Языка А сами Вы как Язык Изучали Когда Были Курсантом Это Были Специальные Курсы Или Это В рамках Учебной Программы Или Вас Готовили На Направление Азии Ну Я Примерно Сейчас Скажу Так Я понял Ну лет На пять Наверное Раньше Путина Закончил Тот же Институт Только С китайским Языком Су-Люэнь Цзинь-Дуй Зай Идзю Цзю-Нян Джи-Джи-Джи-Дào Идзю Джзю-Нян Джузай Афухань Зай Нали Схэцю Джунь-Доу То есть Они Принимали Участие В боевых Действиях Не забывается Большая часть Таких Обыходных Слов Выражений Оно Наверное Вбивается На века Или До конца Что-то Теряется В чем-то Я отстаю Особенно Вот допустим В гаджетах Сейчас В свое время Когда я Был Но не было Ни Этого Кстати Микротелефонную Трубку Я впервые Увидел В Китае В 98 Году В Советском Союзе В России Тогда еще Их не было А в Китае Уже было У всех студентов Там у китайских Они были А у нас Нет И тогда Я вот Уже Почувствовал Что мы Начинаем Отставать От них Великим Иванович Ну вот Возвращаясь К Афганистану И к Полотну Который Находится В областном Художественном Музее Как думаете Вот Дети Увидев Полотно Послушав И посмотрев Фильм В том числе С вашим Участием Вот они Что должны Вывести Кто Эти люди Которые Были В Афганистане Почему Они там Оказались Вот Поймут Ты знаешь Я думал Над этим Я тебе Хочу Сказать Что Это было Другое Время Другая Страна Другая Идеология И другая Мотивация И я Сомневаюсь Чтобы Современные Молодежь Поняли Зачем И почему Вчерашние 18-летние Которые Там Рядом Со мной На полотне Вдруг Оказались На войне Не вставал Вопрос Приказываю Выступить На охрану Государственной Границы России Вид пограничного Наряда Дозор С задачей Не допустить Бесконтрольного Нарушения Государственной На российских Границах После получения Приказа В уголках Отдаленных Служат Парни Непростые В офицерских Погонах Я хочу Заглянуть Ваши Светлые Лица Это Песня О вас Офицеры Границы Сколько Вас Полегло И в Чечне И в Афгане Сколько Смерть Еще Будет В Таджикистане И не видно Конца Той Кровавой Зарницы Вам бы Жить И служить Офицеры Границы В Таджикистане В Таджикистане Ему В Таджикистане В Таджикистане Продолжение следует...